Настало время поговорить о сжатии графической информации. В этой части я буду много говорить и мало показывать, по крайней мере в текущей версии курса. В прошлых темах мы увидели, что хранение и передача несжатой графической информации применяются редко и обычно в профессиональных целях. Для доставки конечного изображения зрителю, например, графика для веба или видеопоток для телевидения, применяется сжатие, причем, как правило, с потерями. Что это значит и какие бывают методы сжатия. Мы будем говорить исключительно о сжатии растровых изображений. Начнем, как обычно, с классификации. Она простая. Бывает сжатие без потерь и с потерями. Сжатие без потерь, как следует из названия, гарантирует, что восстановленное изображение будет математически точно соответствовать оригиналу, то есть не выглядеть как оригинальное, а с абсолютной точностью передавать значения каждого пикселя. При этом предполагается, что размер файла или величина потока уменьшится. При всей привлекательности сохранения абсолютно всей информации, у таких методов есть один большой недостаток — они неэффективны. То есть коэффициент сжатия у них крайне низкий. А в общем, скажем, они сжимают в разы. Сжатие с потерями будет представлять для нас наибольший интерес, поскольку фактически именно оно позволяет нам так легко обмениваться графикой через интернет и хранить несметное количество цифровых фотографий. Главное достоинство алгоритмов сжатия с потерями — это их эффективность. Они сжимают не в разы, а в десятки, сотни и особо выдающиеся в тысячи раз. Разумеется, за все приходится платить. На этот раз страдает точность передачи изображения и скорость кодирования-декодирования. Сжатие без потерь. Основная суть сжатия при отсутствии потерь — это запись повторяющейся информации в более компактном виде. Например, покупая билет на 10 поездок, мы же не будем кассиршам говорить «пожалуйста, билет, билет, билет» и так далее. Аналогично действуют и простые алгоритмы типа RLE. Берем строку изображения и смотрим, сколько одинаковых элементов подряд. Записываем. Потом снова смотрим, снова записываем. Это хорошо работает, когда в изображении есть большие области однородной заливки. Потому что в полноцветном изображении с виду однородная область будет вовсе неоднородной. Шум камеры, например, сведет все на нет. А вот при сканировании текстового документа с однобитной глубиной цвета, большие области белого фона будут хорошо сжиматься. Таким же образом работает факс. Это вообще аналоговое устройство. Кто отправлял когда-нибудь документы факсом, замечали, что пустая область листа проходит быстро, а запечатанная заметно медленнее. Передаются всего две градации яркости — черный и белый. Поэтому фактура бумаги и неоднородность краски помех не вносит, они просто игнорируются. Кстати, заметим, алгоритм — это без потерь, но он может работать только потому, что передает далеко не любое изображение. Еще одна особенность — алгоритм работает по строкам, то есть он одномерный. Более поздний алгоритм, LZV, отличается тем, что он достаточно универсален и может применяться не только в графике, но и в обычных архиваторах. Его суть заключается в том, что он работает с последовательностями байтов, а не со значениями пикселей. Тем не менее, в графике он ориентирован на 8-битное, то есть с ограниченным количеством цветов, изображение. Хорошо сжимает однородные области, но может давать отрицательные результаты в шумных областях, хотя это и встречается крайне редко. Специалисты утверждают, что лучший результат — это тысячекратное сжатие, но достигается оно на однородном изображении размером около 7 мегабайт. В среднем указывается четырехкратное сжатие. Для полноцветных изображений также есть не теряющие никаких подробностей алгоритмы — это LOSLESS JPEG. Средние показатели сжатия около двух, в идеальных условиях до 20.